друзья всем привет сегодняшнее видео будет вот о таких красавицах канарейках у нас посвящено недавно я был на выставке приобрел себе 4 самочки желтых канареек это русская канарейка овсяночного напева условно говоря так будем ее называть вот значит прошло 2 недели самочки в полном порядке чистые опрятные бодрые веселые аппетит у них хороший помет тоже хороший то есть все классно все отлично но друзья эти прекрасные создания они достойны большего внимания значит карантин нужен друзья карантин когда ехал с выставки я думал ну раз птичка чистое красиво зачем карантина оказывается на самом деле все не так карантин очень нужен и карантин должен быть 40 дней 40 дней то есть я ехал и думал как быть сажать на карантин не сажать на карантин посоветовался с одним посоветоваться со вторым кто-то говорит надо кто-то говорит не надо но в итоге я взял книжку литературу советских времен тут издание восемьдесят седьмого года елизавета лукина вот такая вот у меня книжечка есть надо отдать должное этой книжке многое 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 вот эта книжка мне дала если бы не эта книжка неизвестно как бы сложилось мое отношение к норейкам так вот друзья по поводу карантина карантин нужен карантин обязательный и карантин я вам рекомендую настоятельно во-первых три вещи три вещи надо обратить на карантине это вы посмотрите какой помет у птицы вы посмотрите какое состояние у птицы и вы посмотрите чем птица болеет в общем по порядку давайте изначально когда вы будете хотите купить себе канарейку там или кеннера или любую другую птицу вы идете на идете на базар особенно если вы берете на рынке если вы берете у заводчика то условно ваша бдительность она притуплена ну вам кажется о ну ничего себе я беру у заводчика дома там это же как бы все классно некоторые даже могут дороже сказать якобы ты же с дома берешь на самом деле это все ерунда с дома вы берете или с рынка вы берете по большому счету это не особой роли не игра особой роли не играет так вот смотрите допустим вы берете на рынке ну или пускай у заводчика дома когда вы придете смотреть птицу выбирать птицу свою вы не подходите близкой клетки вот близкой клетки не тулитесь потому что птица в спокойном состоянии она сидит на жердочке слегка опущена же вот на живот опустилась глаза закрыла и сидит дремит ну или думает когда же есть станет лучше а ей лучше не становится и она от этого грустит и тут вы подходите ближе комары кусают и тут вы подходите ближе птица раз по стойке смирно встала на лапки села глазки открыла и смотрит неужели сейчас станет лучше меня купят и я попаду в более лучшие условия или наоборот она глаза открыла и думает неужели сейчас я пойду к неопытному разводчику и мне станет там еще хуже так вот наблюдаем за птицей издалека и смотрим за ее поведением активная птица должна быть активная перо должно быть не вздутая не надутая плотно лежать не рыхлая не общипанная глаза должны быть полностью открыты не прикрыть ничего вот это основное это как визуально можем примерно посмотреть что за птица потому что если какие-то будут отклонения так прикрытые глаза вялый вид сидит на палочке опустилась на животик то есть она держится но животик к жердочке прислоняется так не должно быть он ведь как они все высоко от палочки сейчас ближе сниму посмотрим вот это первое на что надо будет обратить внимание и так вы купили птицу везете ее домой привозите домой садите в отдельную клетку и наблюдаете за ней вот я допустим здесь наблюдаю наблюдаю как у меня за моей спиной стройка строю новое помещение для канареек клетка здесь под присмотром сейчас во время отдыха от стройки жарко очень тело перегревается надо в теньке пить горячий чай так помогает и клетка стоит примерно полтора метра вы видите птицы предназначены сами себе они там подвижные вот мое присутствие их не смущает абсолютно я за ними наблюдаю как они себя ведут в частности я смотрю какой у них помет и как это все происходит то есть птица легко испражняется или допустим птица дуется то есть у птицы запор она несколько раз приседает не может сходить может даже иногда свою куаку клювом теребить чтобы помочь испражниться так вот я наблюдаю издалека ну пока все нормально ну это я вам как бы говорю чтобы вы в курсе были наблюдайте как она ходит в туалет какой у него помет если у него понос если у птицы понос мы можем кстати друзья вот когда вы посадите дома ее в карантинную клетку поем ее поить можно марганцовкой легкой это даже при поносе и без поноса просто для профилактики желудочно-кишечных всяких там воспалений значит марганцовка светлая легкая марганцовка слегка розовая затем ромашка аптечна завариваете комары завариваете значит в кружке один пакетик если это пакетированная один пакетик ну как для себя как для человека делаете и предлагаете канарейкам вот затем можно если понос вы видите откровенный понос вы можете сделать то есть смотрите ромашка марганцовка это как для профилактики и понос и без поноса вот просто налили пейте но если там явный понос возможно понос он как бы на нервной почве разжижение окала и вы можете прибегнуть к старому методу берем овсянку обыкновенную хлопья овсяные отвариваем их ну минут примерно 15 варим то есть у вас все это кипит и получается такой киселек небольшой киселек вы кашу отсеиваете можете позавтракать этой каши полезная очень а кисель только свежеприготовленная обязательно кисель значит на кисель кисель вы наливаете в кружку обыкновенную кружку в эту кружку вы добавляете одну ложку одну ложку домашнего вина только домашнего вина если нет у вас домашнего вина то никакой вино туда не надо добавлять магазин на не надо значит на одну кружку одну ложку домашнего красного вина получается такой у вас замечательный напиток и вот вы предлагаете этот напиток пить канарейкам, наливаете просто в поилочку, а излишки у вас остаются вы их просто выкидываете, на следующий день то же самое, и такую пропойку делаете примерно 7 дней ну или пока не улучшится, если в течение 5-7 дней не улучшилось помет лучше не стал, то надо переходить на антибиотик, надо здесь уже смотреть по ситуации, тут уже я сейчас вам заочно посоветовать ничего не могу хотя Кашпировского в детстве смотрел, через телевизор как лечат через телевизор, знаю в общем смотрите дальше по поводу поноса определились и еще самое главное хочу сказать с чем сталкиваются буквально все ну никак, ну не все, многие наверное сталкиваются кстати не договорил когда они у вас пьют отвар ромашки марганцовку или тот кисель с вином, вы кормите даете зелень, и обратите внимание, как они едят зелень если они зелень едят с жадностью значит им ее мало давали если они едят, ну умеренно как бы едят некоторые не едят, значит они эту зелень вообще не знали то есть зелень даем каждый день пророщенное зерно даем каждый день и обычный корм, морковку также даем натертую то есть все даем, первые дни когда птица приехала, даем все и смотрим на нее, как она себя ведет здоровая птица будет кушать абсолютно все помет у нее будет умеренный то есть не сухой, не жидкий а умеренный, хороший это вы с годами поймете, как отличать хороший помет от умеренного, от плохого и от очень хорошего значит смотрите, что еще хотел сказать вот самое главное, когда вы привезли птицу с выставки, с рынка в общем с другого места вы посадите ее в такую клетку, к примеру и попробуйте немножко погонять ну буквально там раз, так руку засунули она туда полетела, видите, вообще мне не бояться то есть вы слегка птицу погоняли затем берите ее в руки прям не бойтесь, аккуратно берите в руки вот так сверху раз и аккуратненько поднесите ее к уху к своему прям в ухо туда вот так вот и послушайте, как она дышит, ваша птица если птица здоровая, дыхание будет чистое вы в принципе ничего не услышите ничего не услышите но если там будет такое цвирканье как бы как сказать ну цвирканье цирк, 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 чирк, чирк какое-то вот такое дыхание, как будто в носу вот то есть эта птица дышит но там циркает что-то Как будто, ну, может, как будто, знаете, вот, может, сопли там у нее, вот, цирк, 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 как вот, вот этого надо бояться. Вот если вы это услышали, этот звук, то вы сразу пишите мне на WhatsApp, и я вам помогаю. Нет, друзья, нет. На самом деле, вы сразу берете Эвермик, Эвермектин, и капаете на холку, на затылок птички, одну каплю, одну капельку, не бойтесь. Вы можете ватное ушко, Эвермектин откроете, макнете ватную палочку и помажете здесь, ну, примерно одну каплю. Затылок птицы, не себе, друзья, не себе, а то я на себе показываю. Затылок птицы помажете один раз. Через пять дней проверите. Звук должен этот уйти, то есть клещ помер. Это был трахейный клещ, который относительно недавно обнаружили и научились его лечить. Вот, такие дела. Значит, еще надо обратить внимание, еще есть гамозов клещ. Гамозов клещ это такой мелкий, мелкий клещ, очень подвижный, его видно. Если трахейный клещ вы не увидите, просто услышите, если птица цвиркает, то трахейный клещ вы увидите. У вас птица будет сидеть, клетку, кстати, отдельно от своего общего батальона. Вот у меня сейчас отдельное помещение, она там ночует, а здесь, когда в свободное время есть, я ее наблюдаю. Здесь деревья, густая крона, хищник не нападет, кошки не нападут. Там собака, я сам как собака. То есть кошки боятся. Вот, если будет гамозов клещ, то возьмете старое проверенное средство. Я здесь подчеркнул. Называется обыкновенный хлорофос. Хлорофос, друзья. И обработаете всю клетку хлорофосом. Птицу не мажьте. Пусть там она сидит, но вы ее не мажьте. Птицу не надо. Клетку, палочки, вот этим хлорофосом. А еще есть небольшой секрет. Берете палочки, желательно от бузины, можно от ореха, которые внутри пустые. Делаете маленькие отверстия в этой жердочке. Птица ночует на такой. Ставите эту палочку в клетку. Птица ночует одну ночь. И вы берете эту палку. И выкидываете или сжигаете. В костре, в печке сжигаете. То есть гамозов клещ, он ночью активный. Бегает по птице, он ее будет грызть, пить кровь. А под утро он прячется в щели. То есть это могут быть щели между клеток. Но если палочка будет с отверстиями, он туда залезет. В жердочку. Сразу. И вы эту жердочку выкидываете. И уже птица ваша от гамозового клеща в принципе чистая. Ну вот в принципе такие вот условия. Значит по поводу поноса посмотрите. По поводу вот этих вот клещей. Это просто самый распространенный это клещи. Самый распространенный. Даже понос это может быть редко. Если птица сидит. Ну хотя, конечно если птица с поносом. Вы на рынке увидите. Вы на базаре увидите. То есть она будет грязная. Там клака будет грязная. А так вот. Определить какие-то болезни очень сложно. В принципе невозможно. Вот птица сидит. Чем она больна? А ее непонятно. И поэтому вот так как я рассказал. Надо придерживаться этого. Ну и друзья. Конечно хотелось бы вам еще посоветовать. Вот искренне от души. От сердца. Как для себя. Я бы вам советовал приобрести литературу. Вот завели вы. Захотели. Не то что завели и побежали за книжкой. А когда вы только захотели. Приобрести канареек. Или попугаев. Приобретите сначала какую-нибудь маленькую книжечку. Почитайте эту книжечку. Затем можете посмотреть там что-то на ютубе. Что-то в интернете. В любом месте. Книжку можете в библиотеке взять. Кстати. Это очень просто все. Библиотека. Кто-нибудь помнит, что есть в библиотеке? Вот можно туда ходить. Брать книги и читать. Очень полезно. Во-первых. Собственные мозги развиваются. Может не у всех. Вот. Затем вы смотрите интернет. И уже основываясь на прочитанном. Вы смотрите информацию в интернете. И начинаете сопоставлять. Где правда, где неправда. Где правда, где кривда. Затем можете посмотреть мой канал. Что-то здесь посмотрите. Что-то здесь подчеркнете. Ну в общем вот таким вот макаром. А не то что. В ютубе вбили. На ватсап написали. В комментарии написали. Как это, как это. А ничего не получается. Что нам делать? Друзья, подходим к этому занятию осмысленно, с толком, с расстановкой. Кстати, насчет стройки. Если кто-то хочет поучаствовать в строительстве нового помещения для канареек. У вас есть прекрасная возможность. Не выходя из собственного дома. В описании канала есть мой номер телефона. Номер телефона привязан к карточке Сбербанка. Вы можете перевести. И стоимость одного блока. Сарай строится из блока. Стоит 35 рублей. Нет, 31 рубль. 31 рубль. Я подписываю этот блок вашим именем. Только в комментариях напишите, что я такое-то переведу. Чтоб я знал, как подписывать. И в строительстве этого здания будут именные камни моих зрителей, моих подписчиков. Так что, друзья, пожалуйста. Ну а кто хочет просто поддержать канал. Можете нажать кнопку спонсировать канал. У вас появится возможность получать от меня консультации на WhatsApp. Ну и в принципе, если кто-то пишет в комментариях, спросите, помогите. Я не могу быстро реагировать. А на WhatsApp будет удобно реагировать. Можете даже позвонить. И я чем смогу, помогу. Такие вот дела. Почему я выбрал здесь место? Тут у меня укромно. И канарейки чувствуют себя очень комфортно. Видите, сидят, кушают. Все у них хорошо. Помет нормальный. Полет нормальный. Идут по приборам. Друзья, еще раз. Приобретите книжку. Станьте ответственным заводчиком канареек. Ну в принципе, наверное, все. Тут у меня немножко я конспект делал. Условно для себя. Что-то не забыть. Вот про болезни. Нет, про выбор я вам сказал. Про паразитов, про канарейки я вам сказал. В принципе, еще есть... Про пищеварение я тоже сказал. Еще есть затрудненная кладка яиц. Но затрудненная кладка яиц, это как бы одно из недостатков канареек. Но вы никак не сможете узнать даже и на рынке, и дома, и в карантинном содержании. Вы не узнаете. Это когда она у вас будет нестись. И вы посмотрите затруднение яйценоскости. И скажете, елки-палки, что он мне продал фигню. Да, вам продали фигню. Потому что затрудненная яйценоскость, это значит самки и вообще все канарейки. Или были в шестом поколении, или в пятом. То есть в кладке пять было шесть. То есть птица уставшая. Птица надлежащим образом не содержалась. И она получилась непродуктивная. Это тоже брак. И ее пришли и продали. Кстати, обзаведитесь еще вот такой. Вот у меня есть обычный провод. Вот, смотрите, обычный провод. Здесь патрон. У меня две лампочки. Вы можете одну лампочку сделать. Но я выбрал две, потому что сперва я ставлю лампочку на 40, лампочку на 75. И крючочек. То есть вы пришли, птице плохо, птица хухлится, у птицы понос. Вы вешаете вот так сюда. На крючочке вешаете, лампочки светят. Птицу греют. Птица подвигается к ним и греется. Три-четыре дня птицы становятся лучше. Вы одну лампочку, которая помощней, выкручиваете, оставляете ту, которая 40. Она еще дней 5 греется. Кстати, вот вы вилочку себе сделайте. У меня две вилочки. Там просто подсоединяется так удобно. Вот такие вот... Вот такую вот приспособу можете себе еще приспособить. Очень помогает горячая лампочка. На этом, друзья, я говорю вам до свидания, до скорой встречи. Здоровья вам, вашим канарейкам. Успехов. Ваше здоровье, друзья. Это чай на травах. За здоровье вас и ваших питомцев. Не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok